А вот эти изображения, это наизвитки сексуанская хрома? Ну, не все, то есть вот эти, да, а другие уже из других источников. Ну, такие... Кто это? Ну, там, например, тоже кровь. Ну, видите, здесь уже много качественной прорисовки по отношению. Кроме того, здесь это часть картины, на которой изображено как... Ну, вообще, я считаю, что эту картину несколько раз перерисовывали, потому что там видно, что одно... Если ее увеличивать, видно, что она длинная такая, и видно, что одно рисовали поверх другого. Изначально картина изображала поклонение крови, а позднее христиане это переделывали как типа ломание статуи крови. И здесь уже, видите, один молотком замахивается, другие анатоми тянут. Угу. Угу. У нас разумелось, початку счетца у нас. И это мало того, что показывает, что сама статуя в такой размер стояла. Во-первых, это еще картина тоже интересный документ, подтверждающий, как христиане искажали. Взяли картину с почитанием крови, чуть-чуть подорисовывали атрибуты, позатирали и сделали, что это картина с уничтожением статуи крови. Там, если это как раз все увеличивает, то видно, что исказили. Такая хорошая статуя. Причем, вы здесь можете заметить, что в западнославянской ритринской традиции, рахманской традиции рода Асна, все изображения богов помещались на некую такую колонну. Которая была символическим... А, как бы Тара? Да. А, с верху Ра? Да. И Кродуш тоже так? Ну, сначала это так же самое, как, допустим, некоторые имена Всевышнего, такие как Бог и так дальше. Они могли распространяться на... Или, допустим, знак Анг в египетской культуре. Изначально знак света Ра, а он потом изображался у всех богов. Так и тут изначально нахождение на колонне, знак Всевышнего Ра, а позднее уже и колонну стали делать другой формы и изображать на ней и всех остальных богов.